Здравствуйте друзья! Героем этого обзора будет очень недорогой, как для устройств такого класса, датчик дыма, который относится как о системе TUI E-Smart и работает по Zigbee. За счет автономного питания от батареек или аккумуляторов, и как следствие отсутствия привязки к проводам, его можно разместить практически в любом месте, где есть потенциальная опасность задымления. Кроме его возможности в базовой системе управления TUI E-Smart, где кстати все полностью аналогично Smart Life, татчик будет работать и в ней, поговорим о поддержке в альтернативной системе Home Assistant и я покажу сразу несколько разных способов интеграции. А перед тем как мы начнем, прошу вас поставить авансом лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей, которым интересна тема умного дома и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропускать новые обзоры. Тип устройства. Датчик дыма. Модель TUI ETS 0601. Интерфейс Zigbee. Питание 2 элемента 3А. Потребление. В режиме ожидания 35 мА. В режиме сработки не более 100 мА. Громкость звука при сработке 85 дБ. Нижний предел напряжения 2,4 В. Заявленная площадь контролируемого помещения 20 квадратных метров. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия. Влажность до 95%. Поставляется датчик в белой коробке с минималистическим дизайном. Как это часто бывает для гаджетов TUI ETS, тут нет упоминания производителя, только изображение и название датчика. Не исключаю, что некоторое функциональное и внешне идентичное устройство физически производится на разных фабриках. В этом случае даже нет логотипа самой экосистемы TUI ETSmart, хотя датчик предназначен именно для нее или ее аналога Smart Life. Разве что на одной из боковых сторон есть QR-код, который содержит в себе ссылку на приложение. В коробке нашелся датчик, небольшая инструкция на английском, как обычно ничего нового в ней не нашлось и комплект крепежа. Датчик предполагается располагать на высоте, для этого подойдет верхняя часть стены или потолок. Для этого производитель положил в коробку большой кусок двустороннего скотча и пару саморезов. В пакете с саморезами еще нашлась скрепка для сброса устройства. Датчик имеет круглую форму с выступом в центре. Боковая часть этого выступа имеет множество отверстий, через которые дым должен попадать внутрь устройства. Дизайн чем-то напоминает датчики для экосистем Mi Home и Acara. Тут слева видна кнопка, которая изнутри подсвечивается красным диодом. При сработке нажатием на нее можно отключить сирену, либо удержанием вызвать тестовую сработку. Для сброса датчика используется другая, скрытая в корпусе кнопка. Нажать ее можно при помощи комплектной скрепки. Удержанием в течение 5 секунд, пока не начнет мигать красный диод, устройство сбрасывается и переводится в режим сопряжения. К поверхности крепится не сам датчик, а задняя съемная панель. Именно на нее нужно клеить двусторонний скотч, либо через отверстие крепить на саморезы. Датчик уже устанавливается на эту панель, для чего его нужно немного повернуть вокруг своей оси. С этой стороны находится батарейный отсек и кнопка тампера, это сенсор снятия. Когда устройство прикреплено, на панель тампер замкнут, когда снято с нее разомкнут. Ради эксперимента я установил не батарейки, напряжение которых напомню полтора вольта, а никелевые аккумуляторы с стандартным напряжением 1,2 вольта. И, забегая вперед, по крайней мере во время тестирования, все работало нормально, уведомлений о низком уровне заряда я не получал. Разобрать датчик несложно, для этого нужно открутить три самореза с его задней стороны. Корпус состоит из двух частей, в передней установлена сирена датчика, все остальное крепится к задней с батарейным отсеком. Тут используется один из вариантов Zigbee модулей Tuye, который в дальнейшем определяется как модель TS0601, кстати очень распространенная в самых разных устройствах. Такие датчики дыма работают на принципе обнаружения изменения уровня оптической плотности воздуха. Для этого, внутри него находится источник света и фотоэлемент. Когда дым попадает в датчик, уровень оптической плотности воздуха меняется и, если он достигает определенного порога, это вызывает реакцию датчика. Надо понимать, что эта реакция будет одинакова как на дым, так и на пар. Мерцание индикатора переведенного в режим сопряжения датчика. Родное приложение для управления это Tuye Smart. Для работы устройства нужен Zigbee шлюз, сейчас я использую проводную версию NAS ZV05B0 с поддержкой Apple HomeKit, ссылку на обзор я оставлю в описании. Запускаем в его плагине режим добавления новых устройств. Датчик переводим в режим сопряжения скрепкой и примерно в течение минуты он подключается к шлюзу. Он будет отображаться и в общем списке устройств системы и в плагине шлюза к которому подключен. Герой обзора относится к классу охранных и аварийных датчиков, наряду например с датчиками затопления. Поэтому приложение предлагает провести тест, суть которого заключается в том, чтобы разрешить приложению Tuye Smart работать в телефоновом режиме и отправлять уведомления. Плагин устройства отображает текущий статус задымления, дает доступ к журналу событий, перечню автоматизации в которых участвуют датчики настройкам. Если приложение имеет доступ к уведомлениям, то при сработке будет появляться окошко с сообщением и кнопкой перехода в приложение. Проведем живой тест, не рекомендую повторять его дома. Пошел дым. Теперь он должен попасть внутрь датчика, после чего значение прозрачности воздуха начнет падать и достигнет предела сработки. А вот и сработка. В фоне слышно как отработал мой Home Assistant, куда датчик уже попал через штатную интеграцию. Про аварийные уведомления я делал обучающее видео, ссылка в описании. Время обнаружения дыма будет отображаться на плитке датчика в общем списке устройств. В плагине в журнале событий также будут видны срабатывание тампера, это снятие и установка устройства на крепежную панель. В меню настроек можно увидеть состояние тампера и батареи, но не в процентах, а просто уровень высокий, низкий и три переключателя для уведомления о событиях. Общие настройки устройства. Тут указана совместимость Google Home, можно проверить версию прошивки, из коробки была установлена актуальная, предоставить общий доступ и вывести плагин на главный экран. Тут же находится опция удаления устройства. В автоматизациях датчик может работать только как триггер, источник события вызывающего сработку. В разделе действий он участвовать не может. Тут есть три варианта, уровень заряда батареи, состояние задымления и тампер. Для задымления тут четыре события, хотя по логике это бинарный датчик, который может быть или включен или выключен. По уровню заряда батареи есть три порога, высокий, средний и низкий. И тампер. Тут как и полагается бинарному датчику два состояния, снят или установлен. Проверим поддержку в Google Home. Хотя я десятки раз уже повторял это в своих обзорах, но вопросы остаются, поэтому напоминаю. Через меню настройка устройства, устройство совместимое с сервисами, в списке ищем аккаунт Tuya Smart и, используя свои учетные данные, подключаем его. Это разовая операция, после нее все совместимые устройства будут появляться в Google Home. С одной стороны, поддержка вроде как и есть, датчик в списке появился под своим названием. Но никаких объектов контроля и управления тут не видно. И даже при тестовой сработке его состояние не менялось, хотя возможно при реальном задымлении что-то изменится. Из того что можно изменить, только название датчика. Для проверки работы в HomeKit я продолжаю использовать интеграцию Home Assistant, которая называется HomeKit Controller. По логике работы, она ничем не отличается от штатного приложения DOM, использует тот же протокол, который, напомню, работает локально. Это позволяет проверить сразу и работу в умном доме от Apple, и один из многих вариантов интеграции в Home Assistant. В нем, кстати, есть еще одна интеграция, которая называется просто HomeKit. Она дает возможность сам Home Assistant использовать в приложении DOM как мост и перебрасывать в него различные устройства, в том числе и те, что изначально не поддерживались в доме. Возвращаясь к герою обзора, в HomeKit он не поддерживается, список устройств не изменился. Наконец, мы плавно подобрались к Home Assistant и начнем с штатной интеграции Tuya, которая, подобно Google Home, работает на уровне связки с облачным аккаунтом. Интриги тут не будет, так как в тесте с дымом я уже сказал про сработку автоматизации Home Assistant. Она отслеживает датчики по классу, а не имени, поэтому при подключении новых датчиков не требует внесения изменений. Подробнее о ней в моем видео по ссылке в описании. Тут есть три объекта, бинарные сенсоры дыма и тампер и сенсор уровня заряда. Напомню, что я установил обычные аккумуляторы на 1,2 вольта. Следующий вариант для Home Assistant использование штатной интеграции с ZHA. Для этого необходимо, вместо шлюза для Tuya Smart, который использовал со мной до этого момента, подключить датчик к альтернативному координатору. В данном случае его роль играет USB ZigBee Stick Sonoff-E на базе модуля EFR32MG21. Датчик подключался довольно долго, минуты две. Но кроме этого ожидания, других сюрпризов не было. Уже на этом этапе видно, что устройство отдает как минимум один объект, бинарный сенсор тыма. Собственно так и есть, сработку бинарного сенсора легко проверить путем тестовой сработки, которая вызывается удержанием кнопки на корпусе. Есть еще два, скрытых по умолчанию объекта, показывающих качество и уровень сигнала. Данных о уровне заряда и тампере в этой интеграции к сожалению нет, работоспособность только базовая на основной датчик дыма. Тем не менее использовать по назначению датчик можно. Следующий вариант использования дополнений ZigBee ToMQTT, актуальная версия на момент тестирования 1.32. В качестве координатора я использую другой USB ZigBee Stick от Sonoff, версия P, на базе CC2652P. Уточню, что один стик может работать только с чем-то одним, или с ZHA или ZigBee ToMQTT, но можно подключить два стика к одному серверу, как это сделано у меня, и использовать обе интеграции. Хорошая новость, датчик поддерживается из коробки, нет необходимости в написании и добавлении внешних конвертеров, процесс сопряжения стандартный. Как и подавляющее большинство других датчиков с питанием от батареек, герой обзора является конечным устройством, то есть не может передавать через себя сообщения от и для других участников сети, и большую часть времени находится в спящем режиме. На странице экспозиции тут обнаружилось 4 объекта, отвечающие за состояние датчика дыма, тампера, уровня заряда и качество сигнала. Реакция на изменения моментальная, вот так будет отображаться снятие датчика с крепежной панели. А так сработка датчика дыма. Кстати сенсор уровня заряда тут тоже бинарный, он сработает только когда датчик передаст статус низкий, при высоком и среднем он будет выключен. Эти же параметры перебрасываются в Home Assistant через интеграцию MQTT. Если в настройках ZTM у вас активирована опция Last Sim, время от последнего отклика устройства, то появится и эта опция. По умолчанию она как и уровень качества сигнала скрыта. В описании под видео вы также найдете ссылку на урок «Доступность ZigBee TomQTT устройств Availability Last Sim», где используя эти параметры вы сможете настроить уведомление о том, что от датчика давно не было отзыва, это полезно, особенно для аварийных датчиков. Тестовая сработка отображается корректно, датчик дыма включается. Это может пригодиться при отладке автоматизации, которые будут следить за этим датчиком и реагировать на изменение его состояния. И последний на сегодня способ интеграции, это SLS шлюз. Для тестирования я буду использовать актуальную на дату обзора официальную прошивку от 15 февраля 2023 года, хотя у меня есть и более поздние тестовые версии. И тут хорошая новость, и датчик полностью поддерживается вплоть до корректной картинки, подбирать похожие из списка устройств не нужно. Из нового могу добавить только номер конвертера датчика в SLS 246, об остальном я уже рассказал раньше. Вот так выглядит страница состояния в SLS шлюзе, тут тоже полная поддержка, которая включает в себя объекты, отслеживающие датчик дыма, тампер и низкий уровень заряда. Кроме этого, есть параметры качества сигнала и время последнего отклика от датчика. Работает все локально, обратная связь моментальная. Home Assistant также пробрасывается через интеграцию MQTT, и тут с точки зрения функциональности нет отличия от работы в ZigBit MQTT. Ровно те же самые объекты, включая скрытые по умолчанию уровень качества сигнала и время последнего отклика. В ходе тестирования, никаких проблем, подводных камней я не обнаружил. Адекватный датчик, реагирующий на дым, в отличие от тех, что использую сам на протяжении длительного времени, не обнаружил. При том, что их стоимость в полтора-два раза выше героя обзора. Допускаю, что длительная эксплуатация может выявить какие-то дополнительные особенности и нюансы. Если мне о них станет известно, я поделюсь с вами подробностями. С учетом невысокой цены, на уровне датчиков открытия или движения, можно взять и потестировать в своих условиях, чтобы решить подходит он вам или нет. Можно поэкспериментировать с автоматизациями, например, включать вытяжку при реакции датчика на пар от кипящей кастрюли. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылок на магазины, где можно приобрести этот датчик и другие обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме. Вы также найдете мой телеграм канал и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok